Участниками заседания общественного совета были заслушаны два вопроса. Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства Абай Хакимов отчитался о государственных услугах, предоставляемых по выдаче разрешения на вырубку деревьев, паспортов готовности энергопроизводящим и энергоподающим организациям к работе в осенне-зимний период. По итогам рассмотрения документов по выдаче паспорта готовности энергопроизводящим и энергоподающим организациям к работе в осенне-зимний период Отдел ЖКХ или выдает паспорт готовности, или выдает с замечаниями, либо может отказать. Что касается выдачи разрешения на вырубку деревьев, руководитель ЖКХ отчитался в своем докладе. С начала текущего года поступило 36 заявлений, из них выданы паспорта готовности по 29 заявлениям. Разрешение на вырубку деревьев по одному заявлению. Отказано в связи с неполным пакетом документов по 6 заявлениям. Во всех случаях выдачи разрешения на вырубку были предусмотрены меры компенсационного озеленения. Данные меры направлены на сохранение объема зеленого покрова и поддержание экологического баланса, подчеркнул спикер. Но в то же время, как отметил Аким, компенсационную высадку нужно производить там, где она целесообразна. В этом отношении нам необходимо культурное сознание общества поднимать. Опять-таки, здесь можно сидеть и комментировать работу ЖКХ, понятное дело, они в рамках действующего законодательства должны выдвигать требования о компенсационной посадке. Но давайте мы посмотрим, о чем речь. Если мы говорим про компенсационную посадку, я вам как Аким гордо скажу, нам не надо вместо одного карагача 10 других карагачей где-то высаживать. Они нам не нужны. Они с точки зрения пользы для экологии, они никакую не несут на грузку. Если мы вырубили тополь, то мы обязаны его заставить, посадить 10 тополей, как минимум, и произвести необходимый уход для того, чтобы довести его до нормативного состояния, когда он уже точно не умыл. То есть задача такая у нас. Далее второй спикер заседания руководителя отдела занятости и социальных программ Зинеп Джексыбаева разъяснила информацию по выдаче разрешений мигрантам на осуществление трудовой деятельности у физических лиц в домашнем хозяйстве. Услуга предоставляется для иностранных граждан стран Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. С начала указанного периода, то есть с 2022 года, 16 мая, поступило 2090 заявлений, выдано в том числе 914 разрешений, из числа которых 356 продвинул, в текущем году поступило 576, выдано 257 разрешений, продвинул 162. За указанный период выдано 732 отказов, в 2022 году 403, в 2023 году 167, в текущем году 162 в оказании государственных услуг.